Рождество Он летел по небу, людям песню пел Все люди ликуйте в сей день Торжествуйте в день Христова Рождества Все люди ликуйте в сей день Торжествуйте в день Христова Рождества Христос народился! Братья и сестры, Христос народился! Христос народился! Христос народился! Дуже приятно видеть вас в этом зале, а сейчас на российской мове, потому что так легче. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, которые сегодня вместе с нами проводят этот вечер, мы рады, что Господь благословил нас и в 2019 году мы провозглашаем о том, что воплотился наш Бог для того, чтобы дать нам спасение, для того, чтобы дать миру освобождение от греха. Мы сегодня говорим о том, что Бог пришел, чтобы снова мы могли иметь с Ним взаимоотношения. Дорогие друзья, сегодня, когда мы говорим об этом, у нас должно быть особое отношение, особое трепетное понимание, осознание, что произошло давно, задолго до того, как мы с вами появились, задолго до того, как мы с вами имеем эту возможность праздновать, провозглашать и ликовать тому, что Бог дал нам великий подарок своего Сына. Перед тем, как мы начнем постановку или сцену, для которой вы пришли, я приглашаю вас, друзья дорогие, к тому, чтобы мы помолились и попросили Божьего благословения и Божьего присутствия. Мы, люди верующие, мы понимаем, что все, что мы делаем, мы делаем с Божьим благословением. Все, что мы хотим сделать, мы хотим, чтобы Бог присутствовал в этом. Поэтому вот сейчас я приглашаю вас к тому, чтобы мы попросили Его присутствия и Его благословения. Давайте мы станем. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам возможность приходить к Тебе. Мы благодарны Тебе, Господи, что Ты исполнил волю Отца и Ты пришел на эту землю ради нас, людей. Мы благодарны Тебе, Боже, что Ты даешь это время для нас, когда мы, читая Священное Писание, когда мы, размышляя над теми событиями, которые происходили в Палестине, которые происходили в Вифлееме, Назарете, которые происходили с людьми, мы можем видеть Твою любовь и Твою милость и Твою благость. Боже, мы благодарим Тебя, что Ты совершил, совершил путь нашего спасения, план нашего спасения до конца. Благослови нас сегодня, чтобы мы могли еще раз осознать, что Ты делаешь в жизни людей. Как Ты меняешь, Господь, сердца, как Ты меняешь разум, как Ты даешь, Господи, осознание, что только в Тебе спасение, только в Тебе изменение, только в Тебе радость. Боже, мы просим Тебя, будь с нами. Вот сейчас, в это время, для славы Твоей, наш Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Какая у меня жизнь тяжелая! Все на мне сидят! Вот и сегодня, 17-му ряду, со мной печаль-то какая! Чего Ты опять кресло скрипишь и жалуешься скрипя? На тебе сидит только один человек, а по мне пришло сегодня 600 зрителей. Вот это тяжесть! Да по тебе-то! Быстро пробежали, а на мне целый час будут сидеть! Господа, вам ли спорить и жаловаться? Послушайте, не ссорьтесь! Каждый раз с удовольствием я освещаю этих зрителей. Я вижу столько красоты, радости и счастья на их прекрасных лицах. Вообще! А меня вообще то закрывают, то открывают, постоянно дергают. Вот сейчас возьму и вообще не откроюсь. И вы ничего не увидите. Хм! Занавесь? Ты что? Без тебя большой и красивой, ну совсем никак! А-а-а! Права ты, занавесь! Я тебя поддерживаю! Закрывайся! Друзья! Друзья! Что я слышу? Неужели за все это время вы не увидели и не поняли, что мы здесь для того, чтобы помогать и дарить счастье и радость? Занавесь! Каждый раз, когда ты открываешься, мы попадаем в увлекательный мир новых историй, которые учат нас любить, помогать и дарить добро. Уважаемые зрители, мы рады нашей с вами встрече в эти прекрасные рождественские дни. И сейчас я хочу обратить ваше внимание на сцену. Зимней ночью, когда снег летит с небес, Сердце хочет добрых сказок, новых чудес. И в ожидании света истинной любви Ему навстречу сердце ты распахни. Вифлеемская звезда, Миг рождения Христа, Озарила для тебя небеса. Этой яркою звездой Освещает путь Бог твой, И любовь его пребудет с тобой Навсегда. Этой ночью, Дивной ночью Рождества Новым смыслом Наполняются все слова Счастье и радость, И надежда, И надежда, И любовь, И сердце верит в чудеса Вновь и вновь. Вифлеемская звезда, Миг рождения Христа, Озарила для тебя небеса. Этой яркою звездой Освещает путь Бог твой, И любовь его пребудет с тобой Навсегда. Как сотни лет назад Горит ночи звезда, Сияет небеса. И ночью Рождества Зовет тебя она, Ты подними глаза И посмотри, Вифлеемская звезда, Миг рождения Христа, Озарила для тебя небеса. Этой яркою звездой Освещает путь Бог твой, И любовь его пребудет с тобой Навсегда. Этой яркою звездой Освещает путь Бог твой, И любовь его пребудет с тобой Навсегда. Субтитры создавал DimaTorzok Вот и настал этот замечательный день. День Рождества Христова. Для всех это красивый и радостный праздник С множеством подарков. А для кого-то Рождество Имеет особый смысл. И сегодня мы узнаем почему. Для этого перенесемся На сто лет назад В маленький городок Германии. Габриэла Габриэла, ты где? Я тебя везде ищу. Не прячься. Тише, тише. Это Аделаида, моя сестра. Зовет заниматься. Как мне это все надоело. То французский, то на фортепиано, То правила этикета. Габи, давай бежим, спрячемся. Поздно. Она нас увидела. Давайте отвлечем ее снежками. Давайте, давайте. Что вы делаете? Ау, перестаньте. Вы же воспитанные дети. Габриэла, пора домой. Я не хочу ничего. Ни домой, ни слушать тебя. Мы хотим играть, веселиться. И подарки. Подарки, подарки, точно подарки. Хотим подарки. Много и очень много подарков. Дети, вы своим поведением напомнили мне меня. Я вела себя так же. Ничего не хотела делать. И постоянно что-то требовала. Ты? Не может быть. Ой, как интересно. Расскажи. 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 Я расскажу вам. Эта история произошла в нашем красивом маленьком городке Фризендорфе. Зима в этом году была прекрасна. Снег белым покрывалом укрыл все улочки и дома города. В один миг все стало нарядным и чистым. На улице было холодно, а в домах тепло и уютно. Но, несмотря на мороз, жители городка шли выбирать лучшие подарки для своих близких и друзей. Скорей, папа, скоро Рождество, а я еще не выбрала подарок. У тебя будет лучший подарок, маленькая Аделаида. Ты дочь бургомистера Фризендорфа. Самого богатого и самого важного господина. Ну, вообще-то да. Добрый вечер, господин бургомистер Аделаида. А, пастор, позвольте-ка я помогу вам. Ох, спасибо. С каждым годом это все почему-то тяжелее и тяжелее. Ну, да. Рождественская мистерия – это важная часть праздника, и каждый может сделать свой вклад. Папа, ну пойдем. О, да, да, конечно, дорогая. Извините, пастор, больше пока ничем помочь не могу. Сегодня я принадлежу любимой дочери. Единственный папа. Ну, да, да, конечно. Прости. Газеты, газеты. Покупаем газеты. Свежие вести. Только с печати. Газеты. Газету, бургомистер, специальный выпуск. До Рождества осталось два дня. Спасибо, Бригитта. Рождественские вести всегда добрые вести. Спасибо. Вот, возьми. Я очень рад, что не прошла мимо меня. Сдачи не надо. Ой, спасибо. Благодарю, бургомистер. Вы тоже прониклись праздником Рождества? Стало быть, Бригитта, стало быть так. Пойдем, папа. Да, да, конечно, дорогая. Добрый вечер, Карла. Может, тебе помочь? О, конечно, Бригитта. Знаешь, о чем я думаю? Люди, у которых есть все. И власть, и богатство, и деньги выглядят такими несчастными и грустными. Да, есть такое. Но посмотри вокруг. Наш городок, он такой милый. Сегодня все украшают свои лавки. Все, да не все. Посмотри на лавку сапожника Ханса. Да, бедный одинокий Ханс. И вот так каждый год. Разве есть такие люди, которым может не нравиться Рождество? Как такое может быть? Это ведь самое прекрасное время. Все такие счастливые. К сожалению, есть и такие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер, Ханс. У меня такое замечательное настроение. Год такой удачный был. Я смог накопить денег на подарки. Наступает Рождество. Или ты не заметил? Заметил, заметил. Чем быстрее наступит, тем быстрее с ним будет покончено. Ханс, не понимаю, почему ты так ненавидишь Рождество? А я не понимаю, почему ты так любишь Рождество? Мне в нем нравится все. Зажженные свечи, праздничный стол, церковная служба. И во всем городе радостное рождественское настроение. И еще мне нравится покупать в семье подарки. И есть вкусные рождественские пряники. У меня нет семьи. Тебе что, больше делать нечего? Как только греться у моего камина? А грубить не обязательно. Это была еще не грубость. Ладно, ладно. Ухожу, ухожу. А ты что смотришь? Тоже хочешь подарок? Можешь не беспокоиться, Альда. Рождество – это предлог для попрошаек. Я в этом не участвую. Что? Кто там? Газета не нужна, Ханс. У меня осталась одна. Разве не видишь? Я занят. У меня нет времени читать твои газеты. В кондитерской у Карлы. Такие замечательные пряники купил бы. Гостей на Рождество угостил. Я не понимаю, Бригитта. Ты прекрасно знаешь, что гостей у меня не бывает ни сейчас, ни тем более в Рождество. Ах, каждый год я жду, что у тебя что-то изменится, Ханс. И надеюсь, что у тебя будет настоящее Рождество. Надейся, надейся. Что ты понимаешь? Ты всего лишь глупая птица. Ну, кто там еще? Чего вам надо? Разве так приветствует бургомистра? Сапожник. Ой, извините, Ваша честь. Я принял вас за старушку. Ха-ха-ха. Что? Ой, я имел в виду, что вы старуха. То есть вы, конечно, не старый, но... Ха-ха-ха. Ладно, это все не важно. Мы здесь по более важному делу. Господин бургомистер, чем могу услужить вам? Я ищу самый лучший подарок для моей Аделаиды. Сомневаюсь, что мы найдем его здесь, папа. Тем не менее, доченька, мы должны изучить все возможности. Покажи-ка нам весь свой товар, сапожник. Сожалею. Я уже давненько не шил новую обувь. Я в основном чиню старые ботинки для жителей этого города. Пойдем, папа. Мы здесь только теряем время. Пожалуй, ты права. Прощай, Ханс. Видишь, Альда, еще и покупателя потерял. Ты права, Альда. Надо было соглашаться и шить башмачки из этой красной кожи, которую я приберег. Ну, теперь уже поздно. Бургомистер найдет подарок в другом месте. Бургомистер, он вернулся. Господин Бургомистер, я так рад. Добрый вечер, Ханс. Добрый вечер, дядюшка Ханс. А, это вы? Да, всего лишь мы. Но сегодня у нас к тебе дело. Это что такое? Представляешь, Ханс, кто-то выбросил вот эти замечательные башмачки. Но этим башмачкам место на помойке. О, я надеялась, ты сотворишь с ними чудо. Их бы ушить и починить. И это был бы для моей внучки Марты подарок к Рождеству. Ой, да, действительно, чтобы их починить, поистине нужно чудо. Но я могу заплатить. Что заплатить? Что ты можешь, Гретхен? Дядюшка Ханс, это лучший хворост, который у нас есть. Я берегла его для нас с Мартой, но я отдам его тебе. Ой, знаешь ли, хворостом сыт не будешь. Пожалуйста, Ханс, я знаю, в вязанках хвороста, это не большая плата за твою работу. Но это все, что у меня есть. А Марте так нужны башмачки. Это был бы ей подарок. Я думала, ты проникся праздником Рождества. Что? Праздником Рождества? Ты, скорее всего, имеешь в виду духом алчности. Как все беспокоятся о подарках? Мне, например, вот не дарят подарков, тем более в Рождество. Ханс, я удивляюсь тебе. Рождество – это нечто большее, чем подарки. Что-то не похоже. Подарки на Рождество – это праздничный символ великого дара Божьего. Видишь, опять подарки. Но, дядюшка Ханс, Бог подарил нам своего сына Иисуса Христа. Он пришел на землю, чтобы спасти нас. Ханс, разве это не праздник? Да, может, это и так. Но шли бы вы лучше отсюда. Я занят. Ну что ж, доброй ночи, Ханс. Доброй ночи, дядюшка. Получив отказ от сапожника починить башмачки, бабушка и ее внучка Марта ушли в холодную ночь. Надев свою любимую пижаму и подбросив в дров камин, Ханс готовился ко сну. Ханс! Ханс! Кто ты? Чего ты хочешь? Не бойся, я несу добрую весть. Этого не может быть. Это ты настоящий? Радуйся Рождеству в этом году. Это наверняка страшный сон. Нет, это не сон. В это Рождество ты получишь подарок. Кто? Кто мне сделает подарок? Ненавижу подарки. Ханс, этот подарок дороже всех подарков на свете. Это дар от Бога. Дар Бога? Мне? Тебе, Ханс. Ты все поймешь. Так Ханс и уснул с мыслью о подарке от Бога. Доброе утро, Фридрих. Привет, Бригитта. Слушай, где тут продаются самые хорошие подарки? Я должен купить кое для кого нечто особенное. О, зайди-ка в магазинчик Густаву. Прямо через дорогу. Спасибо, Бригитта. Отличная мысль. В радостном настроении, с надеждой найти самый лучший подарок, сапожник отправился в магазинчик Густаву. Добрый день, Ханс. Рад, что ты зашел. Чем могу быть полезен? И тебе, Добрый день, Густав. Мне нужен самый лучший подарок в своем магазине. Самый лучший подарок – это мой сон, Ханс. Но он не продается. Хе-хе. Да нет. Самое лучшее в твоем магазине. Да у меня весь магазин с самыми лучшими подарками. Как тебе нравится эта картина? Редкая вещь. Хе-хе-хе. Да нет, нет. Она, конечно, красива. Но мне нужно самое лучшее. Посмотри, Ханс, эта скульптура великолепна. Как настоящий ангел. А? Ангел, нет, я его уже где-то видел. Нет ли у тебя чего-то такого прекрасного, захватывающего и особенного? Конечно, есть. Я могу тебе предложить раритет. Часы моего папы. Он мне их продал в подарок, в честь моего дня рождения. Хм, да нет, нет, спасибо. Мне часы не нужны. Я знаю, шо тебе надо. Посмотри на эту замечательную скрипку. Зачем мне скрипка? Объясни. Каждый уважающий себя сапожник должен иметь скрипку. Да нет, Густав, я даже играть не умею. Не переживай, это не проблема. Мой сын даст тебе пару платных уроков. Дава, сынок, иди сюда. Дядя хочет, чтоб ты научил его играть на своей скрипочке. Папа, сколько раз тебе повторять? Это не скрипка, это контрабас. Густав, стой. Это все не то. Ладно, все, я понял. Ханс, у меня есть то, что нужно. Дава, сынок, принеси тот красивый ящичек, шо я подарил тебе три года назад. Это тот ящик, который ты подарил маме пять лет назад? Да, сыночка, именно его. Несу, папа. Это просто ящик? Ты думаешь? Взгляни-ка. О, это потрясающе. Это то, что я искал, беру. Папа, папа, смотри. Бургомистер Аделаида, рад видеть вас в моем магазине. Густав, что это? Это... Мой подарок, папа. Я хочу эту шкатулку. Постойте, я хочу ее купить. Густав, возьми все мои деньги. Сколько бы там ни было, я заплачу больше. Но, но, прости, Ханс, ничего личного. О, папа. Да. Держи. Хватит? Я, конечно, извиняюсь, еще столько же. Если не берете, то я отдаю Хансу. Берем, берем. Мой подарок. Я так счастлива. Нет, подождите, это несправедливо. Более чем справедливо. Бургомистер, очень рад, что вы приходите ко мне в магазин. Ханс, тебе говорю, бери скрипочку. Ай, ты не понимаешь, Густав. Мне надо самое лучшее. Пойду искать дальше. Весь день ходил Ханс от магазина к магазину. От лавки к лавке и так ничего не нашел. На улице с каждой минутой становилось все темнее и холоднее. Пора было возвращаться. Но Ханс не мог даже представить, как вернуться домой без подарка для дорогого гостя. Вдруг в темноте он увидел две фигуры. Это была Гретхен с замерзшей Мартой, у которой на ногах были старые дырявые ботинки, которые бабушка хотела починить у Ханса. О, Гретхен, доброй ночи. Позвольте вам помочь. Спасибо, Ханс. На улице так холодно. Марта совсем продрогла. Да, я вас понимаю. Я сам уже замерз. Ох, какая у вас тяжелая вязанка. Решили насобирать побольше, чтоб завтра не ходить. Ведь завтра такой праздник – Рождество. Гретхен, ты ведь любишь рождественские подарки. А кто же их не любит? Конечно, люблю, если дарят от души. А какой бы ты подарок подарила тому, кто тебе очень дорог? Это смотря кому, Ханс. Ну, вообще-то это Богу. Что бы ты дала Богу? Вопрос интересный. Я дарю ему свое послушание, свое смирение, свою веру и любовь. Это самое лучшее, что я могу подарить Богу. Но у тебя, Ханс, должен быть свой ответ. Подумай. Почувствуй своим сердцем. Оно подскажет. Ой, спасибо, Гретхен, за твой совет. Я понял. Это должно быть что-то самое лучшее. Между прочим, Марта, с Рождеством. После разговора с Гретхен, Ханс не на шутку задумался. Что же самое лучшее он может подарить Богу? Ханс знал, что лучшее, что он умеет делать, это шить обувь. Но какую обувь носит Бог? И какой у него размер? И нужна ли ему обувь? С этими мыслями он зашел в дом. Да, Альда, давно я уже не пел рождественских песен. Скажу тебе по секрету, я уже позабыл слова. Но на Рождество кто на это смотрит? Главное, чтобы пели. И пели от чистого сердца. Посмотри, дружище. Это самая лучшая кожа в стране. Я берег ее как раз. Я понял. Понял. Где мои серебряные гвоздики? Лучшие гвоздики, сделанные моим отцом. А эти колокольчики, ими мы украшали наш дом. Как раз на Рождество. Мне было так радостно. Мама пекла пряники, и мы ходили к соседям в гости. Я делаю подарок, Альда. Рождественский. Я знаю. Но мне было сказано, что именно в этом году я получу подарок особенный. И я тоже хочу Богу подарить что-то особенное. Что это Ханс делает? Говорят, готовит подарок для короля. Правда? Для короля? Тише, Альда. Я почти закончил. Терпение. Все. Все готово. Они даже лучше, чем я ожидал. Я поставлю их здесь, ближе к солнцу. Альда, ты, наверное, думаешь, зачем я делаю Богу эти сапожки? За тем, что они самые лучшие. И Бог сам знает, как их использовать. Смотрите, какие красивые. Ой, какие сапожки. Просто загляденье. Прямо королевские. Королевские. Что там такое происходит возле дома сапожника? Пойдем-ка глянем, Аделаида. В жизни не видел сапожки красивее. Вот, папа, вот что я хочу на Рождество. Красные сапожки. Конечно, дорогая. Сейчас ты их получишь. Сапожник. Чем могу вам служить, господин бургомистер? Ох-охо, да ты хитрец, сапожник. Ишь ты, не понимаю, господин. Я давненько не шил новую обувь, господин бургомистер. А ведь знал, что во всем Фриденсдорфе не найти такого великолепного подарка, как эти сапожки. Потому и ждал, чтобы повысить цену. Итак, сколько ты просишь? Извините, бургомистер, но они не продаются. Это подарок. Ну, папа! Конечно, подарок. Подарок для Аделаиды. Ну, называй свою цену. Нет, они не продаются. Ни за какие деньги. Еще поговорим, сапожник. Но мне нужны эти сапожки. Я не могу отдать сапожки. Это мой подарок Богу. Несмотря на заманчивое предложение бургомистра, Ханс был уверен, что поступил правильно, не продав сапожки. Он был тверд в своем решении подарить их Богу. Хотя еще не до конца понимал, как именно Бог ими распорядится. Радуйся, мир Господь грядет, и пойте новый гимн. Надо приготовить все лучшее. Например, праздничный ужин для особенного гостя. Наконец-то наступил вечер. Сердце Ханса переполняло радость. Он старательно и аккуратно накрывал праздничный стол. Ведь он ждал гостя. А вот гусь получился отменный. Вот он! Вот он! А, это ты, Фридрик! Рад тебя видеть, Ханс! Я принес тебе подарок. Рождественский. Пряники? Рождественские? Рождественские? Как здорово и кстати! С наступающим, Ханс! Ты замерз? Погрейся у моего огня. Прости меня. Я тут был с тобой грубоват. Честное слово, не хотел. Ну и ну. Ты и вправду почувствовал Рождество, Ханс? Вообще-то, я жду кое-кого. О! Вот, наверное, это он. С Рождеством, Ханс! Я принесла тебе подарок. Рождественская газета. И тебе теперь не надо будет идти за ней в такой холод. Как мило! Спасибо! О! А чем это у тебя так вкусно пахнет? Это рождественский ужин. Я сам его приготовил. Входи, присоединяйся. Садитесь, будьте моими гостями. Все нормально. У нас на всех хватит. Иди к нам, Ханс! Приду, приду. Еще рано. Я жду гостя. Гостя? Кого же это ты ждешь? О! Вот он! Смотрите! Вы удивитесь! Ханс! С Рождеством тебя! Я принес тебе подарок. Мой календарь. Спасибо, бургомистер. Но, правда, не нужно. А сегодня, ну просто... Нет! Возьми, это от сердца. Не нужно ничего объяснять, Ханс. Знаю, моя Аделаида избалована. Ну что я могу поделать? Она единственная дочь. Присоединяйтесь к нам, господин бургомистер. Спасибо, Ханс. От угощения никогда не отказываюсь. А ты разве не сядешь с нами? Нужно прочесть за столом молитву. Слава Богу за прекрасный стол. Аминь. А вот когда я был маленький, на Рождество пели особую песню. Радуйся, мир Господь грядет, земля ликуй пред Ним. Впервые за долгое время у Ханса в доме были гости. И он с большим удовольствием говорил о рождении Иисуса Христа. Спасибо за вкусный ужин, Ханс. Давно не ели ничего подобного. Спасибо, Ханс. Все правда было очень вкусно. И мне не придется сегодня готовить. Все отменно, Ханс. Но мне надо торопиться. Я еще хочу успеть на богослужение в церковь. Я так рад, что вы пришли. С Рождеством вас всех. Это был самый лучший вечер в его жизни за последние двадцать лет. Только одно омрачала его радость. Альда, наверное, я пропустил свой подарок. Опять ты? Снова пришел? Не получил я своего подарка. Я все приготовил. Украсил дом. Развел жаркий огонь. Зажарил гуся и сделал сапожки. Ханс, позволь мне все объяснить. Дарить подарки на Рождество – это хороший обычай. Но истинный смысл Рождества – это Сын Божий Иисус Христос, родившийся в Вифлееме. Ибо ныне родился вам Спаситель, Который есть Христос Господь. Да, да, Спаситель, Который есть Христос Господь. Вот теперь я понял. Иисус Христос есть настоящий подарок. Господи, прости, что я не верил в Тебя и не ценил Твой подарок. Тихая ночь, дивная ночь, Иисус Христос Господь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok О, Марта, детка моя дорогая, совсем порвались твои башмачки, ножки совсем холодные. Бедная кроха, совсем ноги озябли, она же может заболеть, что же делать? Я понял, господи, я понял, чьи это сапожки, это же ее размер, несу, несу! О, папа! Так вот мой рождественский подарок! Красные сапожки! Куда это он с моими сапожками? Хватит, Аделаида! Мне уже изрядно надоели твои капризы! Вот, крошка, рождественский подарок! Мне? Тебе! О, Ханс, благодарю тебя! Ты так изменился! Это не я, Гретхен, а Иисус Христос изменил мое сердце. Теперь в моем сердце живет вера в Спасителя Христа. И именно его Рождество мы сегодня и отмечаем. Я получил самый лучший подарок, изменивший мою жизнь. Чудесно! С Рождеством тебя, Ханс! Спасибо, с Рождеством! Ну, папа! Понимаешь, дочь, смысл Рождества не в том, чтобы просто выбирать себе подарки, накрывать хороший стол и весело проводить время. Истинная суть Рождества – это рождение Спасителя Иисуса Христа. Об этом написано в Библии. Ибо ныне родился вам Спаситель, Который есть Христос Господь. Сам Бог явился во плоти, чтобы привести нас к Себе. Христос однажды пострадал за наши грехи. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единственного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Поэтому люди и дарят друг другу подарки в память о том, что Бог в этот вечер подарил нам всем Спасителя Иисуса Христа. Дочь, пойми, это не твой день рождения, а рождение Христа. Я поняла, папа! Марта, с Рождеством тебя! С Рождеством! Вот так и произошли в моей жизни перемены. В то Рождество мне нужен был лучший подарок, и я его нашла. Рождество мне нужен был лучший подарок, и я его нашла. Рождество мне нужен был лучший подарок, и я его нашла. Рождество мне нужен был лучший подарок, и я его нашла. Рождество мне нужен был лучший подарок, и я его нашла. Рождество мне нужен был лучший подарок, и я его нашла. Рождество мне нужен был лучший подарок, и я его нашла. Рождество мне нужен лучший подарок, и я его нашла. Рождество мне нужен был лучший подарок, и я его нашла. Земля ликует небо, вторя в унисон. Аллилуйя, царю царей! Слава Богу! В ожидании искупления Тихо замерла земля. Свет небесный лился нежно. На луга и на полях. В том божественном рожденье Бог принес надежду мир. Навсегда всем людям вечность Он с любовью подарил. О, это чудо и чудес, Покинув царский трон, Любовь спустилась к нам с небес Ради людей. Поет земля, ликует небо, вторя в унисон. Аллилуйя, царю царей! Слава Богу! Слава Богу! Царю царей! Слава Богу! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова